Бывшие жильцы аварийных и ветхих домов получили приятный подарок из рук губернатора области. Ключи от новеньких квартир. Они так долго ждали этого момента, что некоторые просто не могли сдерживать эмоции. Ой, вы понимаете, у меня эмоции через край. У меня сегодня день рождения. Мне Олег Иванович Ковалев подарил квартиру. Я такая счастливая, что вы не можете даже меня представить. 100 семей смогут въехать в новостройку уже в ближайшее время. Правительство Рязанской области совместно с фондом содействия реформирования ЖКХ приступило к реализации второго этапа программы переселения граждан из ветхого жилья. Его завершение планируется уже в 2015 году. Что собой представляет первый этап? Это около миллиарда рублей вложений, которые финансируются фондом содействия реформирования ЖКХ. И финансируются в объеме порядка 630 миллионов рублей. А остальные деньги, это 355 миллионов рублей, это те деньги, которые мы даем из регионального бюджета на реализацию этой программы. Это финансирование первого этапа только. А вообще за те 6 лет, которые мы взаимодействуем с фондом, я должен сказать, что у нас очень хорошая деловая такая обстановка. И очень жаль, что не смогли прилететь сюда исполнительный директор фонда Цицын Константин Георгиевич и председатель совета директоров Степашин Сергей Вадимович. Особенно приятно новоселам было получить такой подарок в преддверии Нового года. Приятно, конечно, к Новому году получить в виде подарка новую квартиру, на которой ты и не надеялся, жил в каких-то трущобах. Конечно, это приятно. И, конечно, уже можно и поздравлять их с наступающим Новым годом в новой квартире. Вот. Значит, мы еще продолжаем сдавать жилые дома, но уже заселение будем производить после Нового года, я думаю. Поэтому тоже люди получат подарок буквально в январе-феврале. Это не будет наменьшать его достоинства. Да. Всего расселению подлежат более 6 тысяч граждан, проживающих в ветхом жилье. Полторы тысячи из них уже въехали в новые квартиры. На сегодняшний день построен и введен в эксплуатацию 81 многоквартирный дом. До конца года будут переселены все остальные граждане.